Всем привет, с вами снова славный дружи обломов. Сейчас я вам покажу лучший во вселенной рецепт куриных котлет. Я буду делать их из мяса бедра, потому что так всегда получается сочнее. Но с другой стороны, если бедра нет, вы можете купить готовый куриный фарш. Блин, они просто обычно в готовый фарш кладут всякое, поэтому лучше брать филе или бедро. Лучше, конечно же, бедро. В чем идеальность данного рецепта? Это восьмая, да, это восьмая версия данного рецепта. Я экспериментировал с данным рецептом котлет около 30 раз. Вот эту вот версию, которая финальная, ее, например, в прошлый раз пробовал и утащил к себе домой Саня. Саня, это было вкусно? Блин, чувак, просто офигенно. Народ, это офигенные, очень вкусные котлеты из птицы, из бедра курицы. И фишка в том, что у меня есть идеальные граммовки с точностью до грамма и чтобы все котлетки были одинаковые. С чего мы начнем? А вот граммовочки финальной итерации, которые я записал. Там видно что-нибудь? А если что, я тебе там скриншот скину. И тема в том, что финальные котлеты получатся 12 котлет 125 граммовых. Как я понимаю, что у меня получатся идеальные котлеты? Смотрите. Вот у меня есть такая формочка-кукотница. И если я залью в нее воду, то у меня получится где-то 120, вот если заподлицо прям налить, где-то 120-125 грамм воды. Ну, фарш чуть-чуть полегче. Я буду формировать котлеты в ней. Следующий секрет данных котлет заключается в том, что нам не понадобится мясорубка. Мы будем все месить в блендере. Ну, точнее, в блендере-то оно неудобно будет меситься, а в кухонном комбайне. То есть, если у вас есть такая штука, то есть мы не пачкаем, мы даже лук не будем нарезать ножом, как-то крошить. Нам не придется собирать мясорубку, вот этот шнек, вот эти вот все ножи там промывать, всякое такое. Мы все блендерим и получится все равно чудовищно сочно, я обещаю. Почему? Потому что я знаю, потому что это 30-й раз, когда я готовлю эти котлеты. И 30 раз я их готовил и все громовки записывал. И это идеальные громовки, вот и все. Все продукты, что вы увидите на столе, приехали из Самоката, онлайн-магазина с доставкой от 15 минут. А заказал я все это с огромной скидкой за бонусы Сберспасибо. К чему я клоню? Войдите в приложение Самоката по Сберайди и обменивайте бонусы на скидку до 99% при заказе. Помимо того, что продукты можно купить почти бесплатно, так множество продуктов еще и производит сам Самокат. Даже бытовую химию, чтобы экологично убраться после ваших кулинарных шедевров. Кстати, в Самокате вы можете получить кэшбэк до 7% бонусами с подпиской Сберпрайм. И потратить их не только в онлайн-магазине, но и у других партнеров программы. Подробности по ссылке в описании. Самое первое, чтобы получилось 12 котлет, нам нужно 800 грамм бедер. И вы мне скажете, эй, мужик, ты говоришь, 800 грамм бедер? А что у тебя здесь, блин, 900 с хреном? Все довольно просто. В зависимости от офигевания разделочников, здесь бывает жир, здесь бывает кожа, даже бывают кости. Просто посмотрите, просто взяли, просто вот это кусок кости. И все это дело нужно, к сожалению, отреминговать, отрезать. Как мы это делаем? Мы разворачиваем вот так вот бедра, вот так вот. И начинаем руками их нащупывать. Нам нужно 800 грамм. Как только вы нащупали какую-то фигню, например, какие-то, ну вот, просто кусок кости, вы это все дело удаляете. И так далее. Как только вы видите какой-то жир, вот такой жир, вы это удаляете. И, скорее всего, вот опять же висит жир, нам вот этот куриный жир не нужен. У нас будут сливки, у нас будет сливочное масло, у нас будет все офигительно. Но куриный жир мне лично не особо нравится. И когда вы все это дело отремингуете, у вас из 900 грамм получится запросто 800. Вот прелесть-то, посмотрите на это. Просто вот, вот вроде чищенные уже, да? Это просто кость, вот, просто кусок кости. Само собой, никто это не хочет потом нажевывать. И теперь просто, чтобы нашему блендеру было легче все это дело упитонить, разрезаем это на какие-то абстрактные ленты, кусочки. Разрезаем, мало ли там какая-нибудь жилка попадется, чтобы блендер ее не намотал. Просто, чтобы ему было полегче. Вот так вот. Теперь нам нужно 150 грамм лука. Вот, берем просто обычный репчатый лук. Я всегда его чищу так, просто верхний слой удаляю. Лук относительно недорогая тема. Нам нужно ровно 150 грамм для сочности, для луковой составляющей. Да, придется расчекрыжить еще один. Фишка в том, что я провел много экспериментов. И если 100 грамма лука, то он как бы меньше ощущается. Но, если не 150, а 200, то есть на 50 грамм больше, котлета уже слишком жидкая. То есть, мои граммовки сделаны так, чтобы котлета была ультра сочная. Но ее еще можно было сформировать просто мокрыми руками. Если добавить чуть больше сливок или лука, она такая, да, и будет такой драник просто. А если меньше лука добавить, то она будет суше. Вот так, эксперименты. Теперь нам нужно 250 миллилитров сливок. Довольно-таки жирных. 25-30 процентов. Не густых, а максимально жирных, но еще жидких. 22-25 процентов, вот типа того. 250 ровно. Ну, плюс-минус 3 грамма, вы поняли. 100 грамм сливочного масла. Вот такого мягенького. Тут какая тема. А котлеты, вот она у меня уже подтаяла, идеально. А котлеты, если вы просто добавите туда сливочное масло, оно при жарке... Блин, надо как-то... А, может вот так вот? Нормально. А, отлично, еще чуть-чуть. А то при жарке оно все вытечет. То есть, мы потеряем все масло при жарке. Если вы не добавите панировочные сухарики. Они напитываются маслом, и всю эту мега-сливочность задерживают внутри котлеты. То есть, вся нежность у нас задержится в панировочных сухарях. 75 грамм. Вот тут прям супер ровно. 75 грамм. Кажется, что это совсем чуть-чуть, кажется, что немного. Но когда они напитываются сливками, сливочным маслом, они набухают. Это нормально. И секретный ингредиент. Я прекрасно понимаю, что вы можете им пренебречь. Но фишка в том, что пармезан, даже не очень дорогой пармезан, даже купленный в пакетике уже натертый пармезан, он очень часто везде бывает, эта штука усиливает вкус котлет на треть. Я понимаю, что этот пакетик стоит денег, но вот этот пакетик пармезана, это разница между отличные котлеты и черт подери, дай рецепт, я никогда не ел таких вкусных котлет, понимаете? То есть, вот эта вот треть вкуса. Можете натереть сами пармезан, можете купить готовый. 100 грамм. 100 грамм пармезанчика, багического. И 15 грамм чеснока, сырого чеснока. А если у вас нет чудо, как это, ювелирных весов, как у меня, то это где-то, ну вот так, типа 6 зубчиков примерно. И 3 грамма свежемолотого перца, это где-то такая чайная ложечка перчика. Супер свежемолотого, чтобы все это дело там ультра разошлось. И примерно 12 грамм соли. 12 грамм соли, это тоже типа чайная ложечка. Чайная ложечка без горки перца, чайная ложечка без горки соли. Вот и все, пихаем все в комбайн, сначала жидкие составляющие и потом все остальные. То есть, в жидких разместится соль, перец, лук перекрошится, в сливках тоже супер быстро. И потом добавляем все остальное, чтобы оно стало такой кашей. То есть, сливки пошли, чеснок, лук пошел, сливочное сразу туда же, и сразу туда пармезаном, правда и так крошкой, ну да ладно. И блендернем секунд 10, просто до каши, чтобы лук развалился. Соль и перчик туда же в эту массу, а все уже практически готово. Посмотрите на текстурку, получается вот такая вот жижная каша. Сюда теперь нарезанное добавляем наше мясо. Вот так, и блендернем. И только в последнюю очередь пойдут сухари. Почему сухари в последнюю очередь? Дело в том, что сухари очень быстро начинают напитываться влагой из сливок, сливочного масла и всего остального. И загущают, и комбайну становится тяжело. Ну то есть, он начинает все разлепливать, раскидывать по бокам. Поэтому сначала все-все-все-все жидкое, потом добавили мясо, еще типа до такой каши, будет такая жидкая каша, будет ощущение, что невозможно слепить в котлеты. Типа, что оно растекается, дружит, что за фигня, это же драники какие-то, которые только ложкой лепехи какие-то делать. Но потом ты в последнюю секунду, в последние 15 секунд промешивания туда фигачишь сухари, даешь, чтобы постоять 5 минут, и это идеальный фарш для котлет. И прям котлета формируется из-за сухарей. И они задержат там и сливки, и сливочное масло. Но сначала мясцо. Ну вот, народ, еще минута вымешивания, и получается такая, и кажется, ну как, как из этого, оно, блин, практически стекает. То есть, как бы супер жидкое. Так, че за фигня, дружи, твой рецепт говно. Да, не, не, мне нужно. 75 грамм панировочных и еще мясонули 20 секунд. Отлично. И всему этому просто даем, 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 даем настояться. Видите, уже другая текстура. Оно стало плотным спустя, я не знаю, 30 секунд, наверное. Вот, само собой, соскребем всю эту массу богическую. Вот, для того, чтобы получилось ровно 12 125 граммовых котлет. Все, как я сказал. И, короче, дадим постоять этому минут буквально 5. Но это уже, уже из этого можно формировать котлеты. Главное, все выскрести, чтобы получилось ровно то количество котлет, как я сказал, 12 штук. У меня-то уже готова и формочка, и все громовки взвешены. Но, теоретически, если у вас нет такой вот этой кокотницы или шеи, такая креманка какая-то, вы можете посмотреть, сколько у вас фарша, поделить его типа на 12 котлет по 125, по 150 грамм. Большая довольно котлетина будет. И посмотреть, сколько у вас воды влазит какую-нибудь формочку. И в ней делать супер одинаковые котлеты. Ну и даже это не обязательно. Можете сделать типа 6 больших котлет и 2 котлеты ублюдка малюсеньких, например. Я же просто смазываю формочку, заталкиваю туда вот так вот фарш. Прям вот так. И делаю вот так. Фигакс. Все. То, что оттуда из этой формочки вылезает, это по громовкам моя идеальная 125 граммовая котлета. Осталось только ее вот так отбить. Это котлета такого, знаете, средне-идеального формата. Это значит, что воды в формочку помещается 125 грамм. Короче, насколько мои громовки точны. 12 абсолютно одинаковых котлет. И, ну, сколько здесь осталось фарша лишнего, типа пол чайной ложки. Вот и все. Вот так вот. Самый лучший вариант эти котлеты приготовить. Так, еще раз. Их можно готовить просто в духовке. Можно просто пожарить. На последней минуте добавить немножко водички и под крышку. Можно в этом, господи, прости. Как называется, знаешь, гриль, где дует сухим воздухом? Аэрогриль. Можно в аэрогриле сделать. Можно во фритюр их кинуть, например. Вообще абсолютно пофиг. Но, мне кажется, самый такой комфортный для меня вариант, это по минуте с каждой стороны, чисто для корочки. Чисто для корочки. И 180 градусов в 25 минут. Ну, чтобы дошли точно. Вот и все. Просто растительного маслица нормально так, не знаю, пару миллиметров. И пока там все это дело разогревается, вот так, оп, котлетку. У меня огромная сковородка. Вы можете жарить в два присеста. У меня влезут все. Все 12. Вот так. Сейчас зашкварчат. Одна минута. Перевернем. И еще одна минута. Чисто для корочки. Ну, либо 2-3 минуты. В зависимости от вашей комфорки. У меня просто достаточно мощная. Так, и 12. Ну, процесс пошел. И переворачиваем наших красавчиков. Вот так вот. В одно движение. Золотистое. И окей. Пододвигаем друг к другу. И переворачиваем следующих. Вот так. Оба. Перфекту. Другой корочки я бы и не желал. Да, народ. Граммовочки данного рецепта идеальные, чтобы, видите, котлета ультрамягкая. Прям такая мягкая, что я вот пальцем ее вот просто могу промять. Но все равно она настолько держит форму, как прихватилась с одной стороны, что я могу ее перевернуть. Вот. Ну, а я тут, чтобы они внутри еще поднагрелись, накрою на пару минут крышечкой. А, доведу уже. Можно под крышкой довести. Можно как угодно. Я в духовку. Ну, сейчас еще они тут минуту так постоят. Так, короче, вот наши красавчики. Они готовы. И реально 20 минут, 20-25 минут на 180, чтобы я вообще не запаривался полностью. Они там готовы внутри или нет. Корочка есть, цвет есть. Они такие плотненькие, уже упругие. Конечно, никуда они не развалятся. А вы должны быть благодарны мне за громовки. А я благодарен вам, что вы меня смотрите. Спасибо большое. Кто повторит, отпишитесь в комменты. Но я уверен, что это 10 из 10 будет для вас. Окей. Отдохните, красавчики. Итак, прошло 25 минут. Вот и наши котлетки. Мне больше нечего вам сказать, разве что, ну, раскрошить одну. Итак, народ, зацениваем сочность. Сочность запредельная. От котлеты идет пар. Если на нее нажать, то из нее польет, видите? А, сука! Извиняюсь. А я просто этим соком, если на нее нажать, из нее выливается вот этот как бы жир, вот эти сливки. И она супер мягкая. Вот смотрите. Я вот просто делаю вот так, вот даже просто двумя пальцами. Я нажимаю на нее. Все. То есть она вот настолько нежная. Это лучший во вселенной рецепт котлет из индейки, курицы. Мне курица нравится больше, чем индейка, что я когда-либо видел. Граммовки с точностью до грамма. Они нежные, сочные, с хрустящей корочкой. И тут какая тема. Вы мне скажете, а как же розмарин, а как же тимьян, а как же паприка, а как же это, то, любые специи. Нравится кориандр? Пыль кориандра туда немножко зафигачьте. Нравится, не знаю, тимьян? Чайную ложечку тимьяна туда замесите. Это база. И это богически, идеально, по сладости, по соли, по сочности. Это 10 из 10. И, собственно, недаром это уже не первая, не вторая, не третья, не четвертая версия данных котлет. С вами был славный дружиобломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Я очень надеюсь, что вы сделали скриншот, когда я показывал громовки. Повторите, отпишите в комменты. Спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok